Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Пока мы приступим к нашей теме, мне хотелось бы поблагодарить всех наших зрителей за хорошие отзывы о роликах и о моих, и о чужих, что наши ролики дарят вам позитивное настроение, помогают работать на земле и урожай заметно прибавился. О чем мы сегодня поговорим? Конечно же, о той культуре, которую очень любят белорусы, за чего их называют бульбашами. Мы сегодня поговорим о картофеле. Поговорим о том, как правильно подготовить картофель к уборке, потому что этот момент многие упускают. А если неправильно подготовить картофель к уборке, что произойдет? Большие потери во время хранения. Так вот, подготовка картофеля к уборке мы разберем по этапах. Если вы помните с предыдущего ролика, мы сказали, что картофель, значит, ранние сорта после цветения наращивают интенсивно урожай в течение 30 дней, средние 40 дней, а подняться рта 50 дней после цветения. Самый интенсивный наращивает урожай. Ну, у нас в условиях Беларуси, в нашей части центральной зоны, к уборке картофеля приступаем где-то 20 августа. Ну, какие параметры там есть для этого, для уборки картофеля? Ну, самый главный параметр, что мы можем уже копать картофель, это то, что ботва уже начала усыхать. Но тут, смотрите, есть два нюанса. Ячи сорта ранние, это, естественно, отмирание ботвы. Но ячи сорта поздние, они, ботва может отмирать и от болезней. Поэтому будут у нас разные подходы к подготовке картофеля к уборке. Вот, если тут ранние сорта, ботва засохла, значит, что мы можем такое сделать? Мы можем сделать на этой ботве прополос сорняки, прополос сорняки, чтобы лучше прогревалась земля, земля будет лучше прогреваться, клубни будут лучше дозариваться и, соответственно, лучше храниться. Ну, а вот если у нас, мы обрабатывали, и у нас сорта не совсем ранние, сорта более поздние, вот как вы сейчас видите на поле, они зеленоватые, значит, нам необходимо будет сделать с этой ботвой какие-то манипуляции. Ну, манипуляция первая. Для того, чтобы остановить рост картофеля, и картофель начал интенсивно, отток веществ пошел из листьев, из стеблей клубни, мы можем клубни примять. Для этого мы возьмем грабельки и просто приложим картофель к земле, как бы надломаем. Этот надлом будет способствовать нас, что идет клубнеобразование, все питательные вещества идут с верхней части в клубни. Урожай нас будет только от этого увеличиваться. Ну, есть у нас ботва, будет поражена, как бы, это самое, вот болезнями. Там фитофтора, видно фитофторы пятна, там видно другие пятна. Значит, что мы будем делать? Мы будем скашивать ботву. Кстати, мы до того, как подготавливать картофель к уборке, можем подкопать пару кустов. Если была влажная, сырая погода, на клубнях появляются белые такие чечевички открываются. А эти чечевички, это предвестник того, что будет появляться парша. Вы видели язвочки на клубнях картофеля. Для того, чтобы эту паршу уменьшить, значит, опять же, по аналогии светофторы, мы ботву скашиваем, что ботвы быть не должно. Родки програются солнцем, клубни подсыхают, и эти язвочки, значит, в умерших размерах, они не растут, потому что греется земля. Греется земля, а это неблагоприятные условия для этих язвочек. Так что поняли. Но, если вы товарищ занятой, вам некогда заниматься искашиванием ботвы и применением ботвы, вы можете взять самый простой способ. Он делается очень просто. Берем 300-400 грамм любого сложного удобрения. А лучше взять, это, конечно, калий. Неважно, серонокислый или хлористый калий. В такую дозу берем раствором 10 литров воды. Это растворается хорошо. Значит, что это нам даст на плантации картофеля? Она подсушит ботву. Ботва подсохнет моментально. А если мы будем использовать калий, кроме того, что у нас вся и ботва, и сорняки все подсохнет, все почернеет на нашей плантации, и пойдет отток веществ всех быстренько туда, в клубни, значит, у нас и улучшатся вкусовые качества, если будем использовать калий. Хотя сложные удобрения, это будет чуть слабее, но будет давать такой же эффект. Знаете это. Так, чтобы поняли, какие этапы. Еще повторюсь еще раз. Приминание ботвы, скашивание ботвы и химическая обработка ботвы, то есть скорость засыхания. Сорняки мы удаляем, только если у нас есть, естественно, отмирание ботвы. Если мы скашиваем, сорняки можно не удалять. Почему? Потому что сорняки подсушивают почву. А сухая почва, особенно в дождливую погоду, если приходится вести, это очень хорошо. Почва сухая, и клубни меньше поврождаются болезнями. На них меньше нападают различные, там, или зокотаниоз, и фитофтороз, и та же парша, меньше на сухой земле. Вот. Ну и еще одна работа, которую нам необходимо сделать. Мы подготовили картофель, мы уже подготовили, будем взять их способ к уборке. Это у нас работа прошла. Не забывайте, а куда мы будем убирать картофель, надо подумать. Вот. Поэтому надо подготовить. Вы убирайте в мешки, убирайте в сетки картофель, овощные, в ящики. Все это необходимо подготовить. Посмотреть, где-то что-то может наладить, где-то заплатку поставить, где-то бечевочкой дырочки позашивать. Надо весь подготовить. Это раз. Второе. Будьте очень внимательны, потому что иногда бывает так. У нас где-то в мешке лежало удобрение. Вот. Лежали другие сильные химические вещества. И мы этот мешок потом просто-напросто берем, используем под картофель. А вот это категорически делать нельзя. Картофель в таком мешке, значит, начинают... Эта химия действует на клубни, и они потом просто-напросто сгнивают. Поэтому, может быть, если есть время, позволяет. Погода сейчас тоже хорошая стоит, что тепло. Эти мешки просто-напросто можно помыть. Вымыли мешки, значит, вы удалите остатки химических веществ любого мешка, и вы можете смело в этом спокойно копать картофель. Вы будете знать, что выкопанный картофель у вас уже не будет повреждаться. Вот. Запомнили. Ну, а как правильно убирать картофель? Что делать с убранным картофелем? Вот. Мы расскажем в следующем ролике в конце августа месяца. Потому что повторюсь, что у нас уборка начинается 20 августа и продолжается до конца сентябра месяца в условиях Белоруссии. Ну, у вас, зависит от региона, может быть, раньше или позже. Но все равно следите. У нас как бы заморозки у нас бывают только в конце сентябра, поэтому ботву только повредят. В вашей зоне, если вы там живете, где-то севернее, заморозки могут пройти раньше и повредить ботву картофеля. А вот тогда уже ботву надо удалять срочно. Потому что поврежденная ботва картофеля, если морозом побитая, а это источник заражения клубней, который будет потом плохо храниться. Вот помните об этих нюансах. Вот. Смотрите наш канал. Набирайтесь позитивных эмоций. До новых встреч!